Большой актовый зал, в котором проходил концерт, едва вместил всех желающих. Воспитанники Дома детского творчества тепло встретили своих гостей. Они подарили присутствующим несколько вокальных и танцевальных номеров. Я спросила, у тебя брала? В огороде сейла! Правда ли нам? Правда да! Ты не врешь и будешь не брать! Ты не врешь и мы не будем давать даже баллы! Дети и их родители смогли познакомиться со всеми педагогами и объединениями, представленными в Центре творческого развития. От хореографии до вокала, от рисования до инженерной графики. В Доме детского творчества представлен такой широкий выбор направлений, что каждый желающий может найти себе занятие по душе. Дом детского творчества работает в шести направлениях. Это уже у нас на мероприятии было озвучено. Сейчас на данный момент у нас 33 творческих объединения и около 760 человек обучающихся. Мы надеемся, что к нам придут больше детей, потому что в прошлом учебном году у нас было более 800 детей. В этих стенах ребята развивают в себе творческие способности и получают дополнительное образование, становятся гордостью для своего родного города. В Доме детского творчества всегда царит атмосфера уюта и доброжелательности. Здесь сложились настоящие семейные династии, и теперь бывшие воспитанники с большим удовольствием приводят на занятия своих детей, братьев и сестер. Я была воспитанницей Дома детского творчества. Я сюда ходила пять лет. Потом у меня моя средняя сестра тоже сюда ходила к Алене Михайловне. Ну и вот как бы уже подошло время, и мы сестру тоже решили сюда на танцы отдать. В ходе мероприятия директор творческого центра Елена Долженко провела церемонию награждения обучающихся. Грамоты получили ребята, которые принимают активное участие в различных конкурсах, выставках и фестивалях. Также она выразила благодарность педагогам за их работу. Она отметила, что то, чем занимаются в центре, надо сохранять. Все направления деятельности учреждения по-своему уникальны и имеют важное значение для сохранения культуры и традиций области. По ее мнению, через такое образование дети никогда не забудут свои корни и успешно реализуют себя в жизни. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Деснатовая.